Приветствую всех, дорогие друзья! В этом видео хочу показать расклад, который считаю очень важным. Очень важно делать его каждый год, в конце года. Называется он «Прощание с уходящим годом». Почему важно? Потому что очень часто мы торопимся идти вперед, строить планы, цели ставить на будущий год и так далее. Но не успеваем остановиться, оглянуться назад, посмотреть, как мы изменились, что с нами произошло, о каких вещей мы, возможно, не замечали, на которые стоит обратить внимание, за что особенно нужно быть благодарными. Это даже психологически очень полезное задание, потому что мы немножко замедляемся, осознаем события, которые с нами произошли, присваиваем себе свои же победы, либо жалеем себя и горюем там, где были потери. То есть вот на это нацелен расклад. И потом уже более спокойные, с лучшим пониманием себя и вот этого большого отрезка времени начинаем думать о Новом Годе. Расклад я буду делать на своей колоде Таро Волшебной Зимы. Если у вас колода есть, в конце вы найдете расклад, о котором я сейчас буду говорить. Ссылочку для заказа колоды я оставлю в описании к этому видео. Первый вопрос, который стоит задать, в каком направлении я изменился или изменилась в уходящем году. Достаете карту, да, то есть в какую сторону изменился человек, вы там или ваш клиент. Далее, нужно определить для себя сферы, которые вам важны. Вопрос будет заключаться в следующем. Какой главный урок вам нужно вынести из сферы и называйте ее? Какие это могут быть сферы? Любовные отношения, сфера карьеры, работы, сфера дружбы, путешествий, самореализации, духовного роста, чего угодно. То есть что важно для вас, какое-то хобби и так далее. И, допустим, вы какие-то сферы назвали, на каждую из них вы выкладываете по одной карте. Какой главный урок там? В одной сфере? В такой-то? Второй? Третий? Ну и сколько их у вас будет? Значит, следующий вопрос. За что вам стоит особенно быть благодарными в уходящем году? Возможно, как раз вы не замечаете, да, либо для вас это будет неожиданно. Это вот я не так давно делала расклад для одного человека, и там выпадала карта на событие, которое в момент, в тот период ощущалось просто как ужас кошмарный. Но по итогу это то, что изменило жизнь и помогло обратить внимание на какие-то важные вещи. Потому что очень часто, когда мы чего-то не замечаем, чего должны бы их по-хорошему заметить, нас в это надо тыкнуть лицом, чтобы мы заметили. Но иногда тыканье вот это не очень комфортно, знаете ли, ощущается. Вот поэтому, может быть, здесь немножко противоречиво даже по вашим ощущениям, но, поверьте, да, есть события, которые на самом деле идут во благо. Следующий вопрос. Что пора отпустить и оставить в уходящем году, да, то есть не влачить за собой в Новый год? Тоже следующая карта. И отдельно по вот этой теме есть видео на канале, как раз последнее. Можете зайти посмотреть, там чуть более подробно вот эта вся тема обсуждается. Следующий вопрос. А что теперь, наоборот, из уходящего года необходимо забрать с собой в наступающий? То есть этому еще не время заканчиваться. И тоже смотрите, да. То есть вот вы посвятили время именно уходящему году. Какие-то вещи, возможно, вы просто подтвердите для себя с помощью карт. На какие-то посмотрите с другой стороны, новым взглядом. И потом, когда уже немножко вы оглянетесь, посмотрите в прошлое, да, осознаете, какой путь огромный вы проделали. Как на самом деле за такой всего лишь год, да, промежуток времени вы изменились. И потом уже в следующих видео смотрите дальнейшие расклады, ориентированные уже в будущий год. Всех буду рада видеть в телеграм-канале. Здесь также на ютубе оставляйте комментарии. Обзор на колоду полноценный также есть. До встречи!